На ранних сроках беременности нежелательно специально ходить в солярий, однако если это и случилось один раз, то ничего страшного не произойдет. Но от постоянного посещения стоит отказаться, так как ультрафиолетовые лучи могут нарушить нормальное кровообращение в месте крепления плодного яйца, также они снижают уровень фолиевой кислоты, а это может очень негативно сказаться на ребенке. На последних неделях беременности также не стоит усердствовать, так как могут появиться отеки. Но, если уж сильно хочется, то можно проконсультироваться с врачом и с его разрешения посетить пару раз для красоты. К негативным последствиям посещения солярия относятся и пигментация кожи, которая пройдет далеко не сразу, и тепловой удар, который может повлиять на малыша. Ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку мужских гормонов и гормонов щитовидной железы, что может привести к выкидышу. Однако есть и положительные стороны. Ультрафиолет помогает образовать витамин D, который нужен для лучшего усвоения кальция и фосфора, а они очень сильно расходуются будущей мамой. Ультрафиолетовые лучи помогают улучшить кровообращение, обмен веществ и дыхание. Небольшие дозы помогут укрепить иммунную систему. Особенно это поможет в холодное время года и защитит от простудных заболеваний. Зимой специалисты даже советуют ходить в солярии, но с разрешения врача, если имеются противопоказания, наличие онкоклеток, или пигментация кожи. Также, беременная женщина получает удовольствие от проведения время в солярии и вырабатывается гормон счастья, в связи с чем ребенок лучше себя ощущает. Если скоро лето, то полезнее будет загореть под лампой в солярии, нежели под горящим солнцем на пляже. В любом случае, нужна обязательная консультация с врачом, который должен учесть все противопоказания к посещению солярия. Совершенно не стоит загорать под ультрафиолетовыми лучами при сахарном диабете, мастопатии, гипертонии либо нарушенной работе щитовидной железы.